Дневной разворот Есть специальная форма Смотрю, пара вопросов прилетела Думаю, что вы еще успеете задать Во втором части, после 12 Гостем нашей студии станет Юлия Белек Специалист по связям с общественностью Театра Наспаской Театр Наспаской живет очень активной жизнью Прям фееричный такой, фонтанирующий И мы можем поучаствовать в этом во всем Вот очередной проект в Тюзе стартовал Называется он «Читаем Чехова» О нем и не только Мы поговорим с нашей гостей Так, Николай? Так, совершенно, да Первая тема у нас уже, скажем так, становится традиционной Мы из нашего благоустроенного и прекрасного Кирова Перемещаемся практически Сейчас пошутил, Николай, да? Благоустроенный и прекрасный Киров Ты послушай до конца то, что я хочу сказать Я хочу сказать нечто в безупречной грамматической форме Мы перемещаемся, значит, можно сказать На самую окраину области В поселок Ленинское, в центр Шабалинского района Тема уже нашим слушателям известная История эта продолжается, обрастает, так сказать Все новыми и новыми подробностями 9 ноября у нас были представители, скажем так, одной стороны конфликта Которая разворачивается Сегодня у нас, как бы, вот Ответ прозвучит со второй стороны этого конфликта Но я думаю, что сам по себе конфликт Мы в процессе разговора уже будем излагать Представляю наших гостей Сегодня у нас в гостях директор компании «Землемер» Депутат Шабалинской районной думы Валерий Беляев, Олег Александрович, добрый день Здравствуйте, уважаемые ведущие Уважаемые радиослушатели Вот, и у нас есть второй гость Гости, точнее, у нас сегодня, да Депутат Шабалинской районной думы Евгения Рогозникова Евгения Александровна, добрый день Добрый день Седьмая часть Шабалинской районной думы Сегодня у нас в гостях У вас всего 14 депутатов? Я скажу, что у нас всего 14 депутатов Ничего, там не обескровлено Дума-то останется, нет? Часто единороссы бывают Ну да, они, кстати, как ни странно Ваши коллеги, особенно кировские Не очень часто любят говорить в прямом эфире Николай сейчас использовал слово конфликт Насколько правомерно и уместно Валерий, называть именно конфликтом это? С учетом последних событий, которые произошли Особенно выступления в ноябре Товарищи в кавычках, слово это беру То это, скорее всего, конфликт Так как, либо люди не умеют читать контракты Либо они преследуют свои какие-то Личные интересы для достижения своих личных целей Делая соответствующее заявление То есть эту тему они муссируют уже практически полгода Ну, они-то уверены в этом же самом Но с прицелом на вас Слово-слово товарищей точно берут кавычки Да, я вам расскажу сейчас Ну, подноготнюю Я, который, в принципе, до этого Многих фактов не знал То есть первое, что касаемо контрактов Которые они говорили на прошлом эфире По поставке понтонов Люди реально не читали даже контракты Проблемы, по ходу, с математикой Они говорят, что якобы там землемер заработал На покупке понтонов 190 тысяч рублей Но они даже не учитывали Хотя Сергей Алексеевич Уважаемый, в кавычках, прекрасно знал Сергей Алексеевич Добровольский Да, что землемер Зарегистрирован в Шабролинском районе Находится на упрощенной системе на угол обожжения Он с суммы контракта Он заплатил 6% в районный бюджет Полностью целиком Плюсом к этому Плюс средства, которые были потрачены На приобретение понтонов Они были кредитные Были предоставлены банкам Следовательно, платы были произведены На площадках торговых И получение различных ЦП и так далее То есть там деньги практически были в ноль Сработаны по этому контракту Так практически или в ноль? Что-то заработало компания землемер? Компания от коммерческой фронтон Формально 6% вы читаете от миллиона 90 Я думаю, в школе все учились Плюс прибавляете 23% годовых по кредиту На три месяца И плюс Учитывайте зарплату сотрудников Наличие аккредитации ЦП и так далее То есть Следовательно, чистыми Оставалось несколько десятков тысяч Порядка 40, наверное Но это учитывалось Брать в расчет Приобретение Которые у нас до этого были сделаны Программы В соответствии сущего Обеспечения Для проведения торгов Но это люди никак не учитывали Им было важно Подождите, Валерий Заработало или не заработало Все-таки Раз уж у нас такой Откровенный разговор Хоть копеечку-то Ну сколько Вот смотрите 40 тысяч Почитайте От миллиона 90 А вы выдайте нам Конкретную сумму Да и все Поедем дальше 40 тысяч 40 тысяч А не 190 Да И это всего Несколько процентов То есть Даже по самой Стандартной схеме То есть Когда прибыль закладывается Порядка 6% Промышленности В других сферах Там 10-12 То есть Здесь даже этого меньше Валерий Александрович Вы как будто оправдываетесь Я не оправдываюсь Я просто говорю Вы заработали 40 тысяч Все нормально Заработали мало О которых не говорилось А говорилась ложная информация То есть Следовательно Про налоги тоже никто не упоминает Выиграла бы какая-нибудь другая Контора Вообще копеек бы Районный бюджет не получил Потому что налоги Зарегистрированные Нашей компанией в районе Платят туда в район То есть Но Вот этот факт Он говорит о том Что люди целенаправленно Начинают Как говорить Долбить По одному и тому же месту Потому что Почему-то их не интересуют Какие-то другие процедуры Либо закупки В этом же Шабалинском районе В других районах А у них идет целенаправленно Позиция Чтобы дискредитировать Администрацию Используя допустим Землемер Через меня И пытаться Снять главу Чтобы поставить Удобного себе человека Главу района Да Главу района Потому что до этого Уважаемый Сергей Алексеевич Участвовал в Отстранении От должности Глушкова Который Занял пост После того Когда его сняли С главы Глушков Юрий Павлович Нет Глушков Юрий Павлович Это депутат Михаил Николаевич У нас был главой района А он был После Добровольского Добровольского 2001 по 2010 2011 Два срока Было Потом Был как раз Глушков Потом был Пересторонен Которого тоже Пытался Добровольский Снять И снял За два месяца До выборов 2016 года И Пытался пройти То есть Ну не получилось Что ты так Послушаешь Добровольский Вообще злодей Он только сидит И знает Что снимает главу За главой А вы посмотрите А вроде такой милый человек Вы посмотрите Информацию в интернете Вы придите в район То есть Если интерес такой К этой проблеме есть И у простых жителей Послушайте Что было хорошего Сделано При Добровольском Когда он был Десять лет практически У руля районом И что сделано За последние два года Руководство Рогожника Я вам просто Статистику Ты снова Привожу Ну давай Это хорошо У нас есть заключение Допустим Контрольно-сметной Комиссии Шабалинского района Контрольно-счетной Контрольно-счетной Да Извиняюсь Это подразделение местное Контрольно-счетной Совершенно независимая структура Независимая структура Я вам предоставлю Документацию Давайте Она В 19 октября Далась заключение Ну грубо Что за Девять месяцев Восемнадцатого года Бюджет Стал профицитным На Пять миллионов Двести Сдесят пять тысяч А планировался Как дефицит На три миллиона Восемьсот восемьдесят семь тысяч То есть Следовательно Администрация Получилась Заработать Большое количество денег Тем самым То есть Выполняя Другие там Социальные проекты Которые не были заложены В бюджет А за счет чего Заработать А вот здесь смотрите По графике Откуда эти доходы Налоговые платежи Увеличились Они в том году За этот же период Были Тридцать семь миллионов Пятьсот девяносто семь Тысяч А в этом году Уже сорок четыре миллиона Сто пятьдесят восемь тысяч Это налоговые доходы Неналоговые доходы Тоже увеличились С Одиннадцати Грубо говоря До Тринадцати Миллионов Рублей Следовательно А поступление Из областного бюджета Уменьшились А поступление Из областного бюджета Как раз уменьшились Со сто тридцати восьми До сто тридцати шести Миллионов То есть за счет С роста собственного дохода Да То есть район так поднапрегся Хорошо Поднатужив И вы По факту Если приедете То есть Такое количество Изменений произошло В районе Начиная там От ремонтирования И укладки нового асфальта На тех улицах Которые раньше Никогда не планировалось Ремонтировать Улица Садова У нас Да Улица Садова Красиво получилась Садова Там площадка Которая ведет От этой Садовой К дому культуру Где здесь Всю жизнь грязь была Также были отремонтированы Большое количество Социальных объектов То есть Садовую По проекту ППМИ ремонтировали Да По проекту ППМИ Которые увеличились При Рогожникове В разы В пять раз По сравнению С предыдущими годами Именно участия И опять-таки Слышал Что жители Это как-то Лениво платили денежки Там как раз Участвовали Очень активно Часть жителей Ну это вы Из газеты Шабалинского района Но Большое количество Предпринимателей В том числе Здесь находящиеся То есть Вы тоже Так само собой Потому что Вот поймите Когда есть Понимание И результат От деятельности Администрации Управления Которая Видена на реальных делах То и вкладываться В это Очень приятно Потому что По большому счету Это та территория На которой Ты родился Отечество Живешь Воспитывается Твои дети Следовательно Это Вкладывание В будущее Так У нас подошло Время небольшой Паузы Буквально Традиционно В каждой программе Наступает Через полминуты Продолжим У нас Евгения Рогожникова Сейчас в перерыве Сказал Что он может Пояснить Еще поподробнее За цифры За коммерческую Составляющую По поводу кредитов По поводу кредитов Которые Ну вам видимо Евгений Это хорошо знаком Его финансовым Директором являетесь Да СХП Высокогорский Директором А просто директором Видите все руководители У нас сегодня Так Что там по коммерческим кредитам Что нам еще не нужно Ну вот хочется добавить Валерия Александрович Вот смотрите У нас администрация Шабалинского района Начиная с 2000 года Каждый год Брала кредит В начале года брала В конце года Его гасила Под коммерческую Ставку полную И вот с 2000 года Этот кредит Он у нас С нарастающим Итогом Как бы Увеличивался Ну это как бы Муниципальный долг Получался И если вот мы В 2017 году брали По-моему Порядка 7,5 миллионов Да То вот сейчас В этом году Мы должны были взять 13 миллионов рублей Из них Одних только процентов Был миллион И в этом году Мы его не взяли То есть мы Не только Как бы Бюджет увеличили Но и погасили Полностью коммерческий кредит То есть кредит погашен И новый брать Вы не стали Да И новый брать Мы не стали Это именно ваше решение Или область Сказала что не надо Больше брать Нет это у нас Район Потому что Насколько я знаю Было ЦУ по всем районам Как бы сократить Коммерческие заимствования В целях снижения Общего долга Ну это у нас Полностью заслуга Администрации Поэтому как бы Администрация Тут у нас на 100% Отработала этот момент То есть это тоже плюс Администрации Которая сейчас работает Понятно Валерий Что-то хотите добавить Я чувствую Что-то Да То есть Я добавлю Следующее То есть Уважаемые радиослушатели Ведущие Вот взрослые все люди Да Вот если Включить логику Зачем Ладно у них есть Как бы право Написали заявление Там органы разбираются Но зачем эту тему Муссировать День от дня Постоянно вкидывать информацию И так далее То есть У них есть на это право Есть у них право на это Да Но почему-то Они под этим правом Не позываются По другим Да Моментам Учитывая Последнюю Их историческую Ретроспективу Где они раньше работали Чем занимались Вот этот же депутат Лугини Да Их три брата Вы знаете Они родом Все из Шабалинского района То есть Но активное Их внимание К Шабалинскому району Почему-то раньше Никак не привлекалось Они не помогали Ни в ППМИ В каких-то больших Значительных суммах Не участвовали Ни в какими-то Другими проектами Затрагивали А они занимаются Что младшей политикой Что средней Федор политикой Что старшей Рома политикой Участвуют в различных выборах Становятся депутатами Они по той случайности Становятся депутатами В лесных районах А сами параллельно Занимаются Либо занимались На них фирмы Некоторых есть На некоторых были Которые занимаются Скупкой Пиломатериала Либо Кругляка древесина Ну не коротену Для следующей Перепродажи Но это еще не факт Надо как бы с этим Тоже посмотреть повнимательнее Для последующей Перепродажи То есть Они чисто хотят Поставить на Должность главы Человека Который Будет им помогать В своем бизнесе Но это ваше предположение Это само собой Мое предположение Но исходя из фактов Тех которые есть У меня Но вдруг они встали На честный путь И справились Будут работать в белую Будут сами там Участвовать в аукционах И будут не перепродавать Да у нас у всех Изготавливать Стать на крепкий Учитывая Опыт Богородского района Где они пытались Так же Будучи еще В свое время Они в партии Возрождение Аграрной Россию По-моему У них партия Так называлась Была такая Возродили Закрылась Всего 9 месяцев Продлилась Они там были Главными организаторами То есть Она закрылась Успешно В Богородском районе Они пытались Поднять колхоз Аврора Ну таким образом Поднять Что там Такие перипетии Были Посмотрите В интернете Кому интересно По-моему Его нет больше уже Да Посмотрите Интересный очень Материал Как раз На сайте Администрации Богородского района О деятельности Как раз Ну фамилия Лугиних Там фигурирует Сам-то колхоз Уцелел Колхоз Он Права формы Не знаю Као у него Сталось Но предприятие Работа Занимается Выпуском Слюзпродукции Есть фермы Есть поля Где выращиваются Ну то есть Вы так начали Я думаю Что все Уже И нет Аврора Не Их как раз Вовремя Местные Жители И колхозники То есть Ну убрали Из совета И следовательно Не получилось Там Как говорится У них поднять В кавычках Сельское хозяйство И Вот учитывая Перейдя Допустим К сельскому хозяйству Деятельности Которая Есть В районе То есть Думаю Евгения Больше меня Компетентно В этом Как раз С тем что было Даже при этом же Добровольском Когда 9 предприятий Было закрыто И что сейчас Происходит На грубо говоря Полях Шабалинского района Она расскажет Хорошо Давайте Евгения Такую справочку По сельхозпроизводству Шабалинского района В Скогорске Это по названию Населенного пункта Одного из Шабалинского района Где Работает Ограрное предприятие Ну мы пришли Работать Сельское хозяйство 10 лет назад И Тогда действительно Был упадок Как раз В это время Закрылась Наша Агрофирма В которую Объединялись Сельхозтоваропроизводители 9 колхозов Обанкротились Посевные площади Они упали С порядка С 5000 До 1000 Так же примерно И поголовье скота В несколько раз упало Вот И Все убыточно И вот с 2010 года Мы работаем Отстраиваем заново Фермы Склады КЗС Ремонтируем Увеличиваем поголовье И как бы Ну Я думаю Что мы Каких-то результатов Хороших Достигли И достигнем еще Какая средняя зарплата Уработает На сельхозпредприятии Ну Порядка 17 тысяч рублей Средняя Давайте сейчас поговорим О том Что происходит Непосредственно В Баринской районной думе Мы вот Не знаю Гадаем Что там с Добровольским Он сейчас В каком Статусе Статус-то его какого Да В СМИ Это общедоступная информация В частности Евгения Все-таки Подписывала Да Решение о прекращении Полномочий Сергея Александровича Добровольского Валерий Что сейчас там Кто Кто возглавляет думу Добровольским Пепрежним остается Просто он Как раз рассказывал В частности Когда он у нас был Все в подвешенном состоянии Было Да Ввиду Проблем со здоровьем У зампредседателя Да Которая может Собственно Подписать эти документы Правомочные Правомочные Вот нам непонятно Что сейчас у вас там происходит Вот вы как раз Слово такое сказали Непонятно Да Это как Шабулинский район У нас как 17-й год Февраль То есть Без времени Без взрослых Да Думаю Историю очень хорошо Как говорится Ну эту историю Как бы все мы знаем Да Изначально Но в нашем Валерийском районе Ситуация была До недавнего времени Очень похожая Было двоевластия Также Как раз Были заседания Комиссии Как раз Сергей Алексеевич указал Что Вот Я председатель То есть Но Большинство депутатов Это подчеркну Его поддерживают Сейчас только Два депутата Большинство Встали Онегин И Щепин Да И Щепин Николай Николаевич Как раз Щепин Это председатель Бывшей колхоза Ну Который мы возглавили Да То есть Следовательно Они встали Эти депутаты Которые его не поддержали Что он председателем Это произошло Как раз после того Когда было принято решение Об его отставке И ушли в другое помещение Как помните В зимнем Что значит Ушли в другое помещение Чтобы провести Чтобы провести Комиссию Так как по регламенту Когда комиссия идет Общая Ее должен вести Председатель Сергей Алексеевич Считая Уважаемый В кавычках Что он председателем Он стал вести Эту Комиссию Комиссию Да Люди Депутаты С этим не согласились И встали Ушли И провели Свои комиссии Следовательно Которых Приняли соответствующие Вопросы И вынесли их На повестку думы Дума Которая происходила В пятницу При этом Сергей Алексеевич На прошлой неделе Да На прошлой неделе 30 ноября Да У нас там было Две думы Сергей Алексеевич Как он считает Что председатель Назначил свою думу А зам председателя Олина Елена Николаевна Которая была Ну Легитимно избранная То есть назначила Другую думу Вы там только Временные правительства Не вводите А то на самом деле Там Аналогии будут Если вам интересно В них Не-не-не Интересно Приедьте И что-то такие Правые казусы идут Что просто Диву даешься То есть Как у нас можно Законтальство Иногда Как говорится Использовать Для достижения Каких-то своих Личных целей Это я говорю Про Сергея Алексеевича Добровольского То есть следовательно После Того как Его дума прошла Туда следовательно Депутаты пришли Только двое Трое депутатов пришли Она была Нелегитимна Так как Ворума нету На нашу думу Как раз Которая происходила В пятницу Пришли Все за минусом Одного человека А у вас кто Предстательствовал Предстательствовала Как раз Олина Елена Николаевна То есть следовательно Были прокуратура Два прокурора С района То есть были Представители администрации То есть Дума прошла Вопросы рассмотрели В том числе Рассмотрели протест Прокуратуры Которая Приняла В отношении Отстранения Сергея Алексеевича Уважаемого С поста Председателя То есть Этот протест Дума отклонила То есть прокуратура На стороне Добровольского Выступила Она вынесла протест По поводу Решения А что если вы снимаете То соблюдайте регламент Соблюдайте порядок А регламент был Как раз таким образом Сергей Алексеевич Он принимал активнейшее Участие в 16-м году Чтобы внести туда Изменения Чтобы как можно было Сложнее убрать Председателя То есть таким образом Сделано что там Очень много Подводных камней Которые он использует Это отдельную передачу Можно этому посвятить То есть Но самое главное На этой Думе Было принято решение О внесении изменений В регламент Чтобы по регламенту Было как избираж Председателя Путем голосования Простым большинством Без всяких условий И снимать его Так же простым большинством Дать ему высказаться Но без всяких условий То есть которые Сейчас есть у нас В регламенте Что с определенными условиями То есть Такая процедура Что в жизнь Не снять По-русски говоря Ну не в жизнь До 21 года Полномочия Шабалинской районной думы Да Либо по собственному желанию Напишет Следовательно Либо по каким-то другим Естественным Шестого созыва Ой пятого Простите Проведено голосование И по нашему регламенту За это должно проголосовать Десять депутатов То есть Следовательно Десять депутатов За это проголосовало То есть за внесение Этих изменений В регламент Две трети думы Не меньше двух третей От стартового состава То есть следовательно Все процедуры То есть юридические Были соблюдены То есть дума У нас прошла Все легендинности В том числе Сергей Александрович Презиннали Так как он был В составе нее Как депутат Но одновременно Новость На следующей неделе У нас назначена Опять Сергей Алексеевич Своя дума А Олиной Елене Кванов Своя дума То есть Ну вот Когда я уже думаю Когда начинаться Судя по 2018 году Гражданская война Когда начнется Ой-ой-ой Подождите Нет Не надо Я конечно Это До этого было весело Это уже грустно Это не надо Я конечно Шучу Надеюсь Что этого не повод В общем Сейчас подведем итоги Всех этих перипетий То есть На карту То что поставлено Что Какая цель То всех этих Разбирательств Ну вот Сергей Алексеевич Да Он не скрывая Озвучивает Что его цель Сорвать принятие бюджета Сорвать принятие бюджета То есть Мы Срываем сроки Принятия бюджета Шабалинска В район И соответственно Область Как бы не принимает бюджет Он как бы Озвучивает эти мысли Нет Но вообще-то Он в этом уже был Уже мешан В начале века Да Я помню Мы ездили К Николаем Петровичем Киселевым Угоманивали эту думу Чтобы они все-таки Проголосовали за бюджет Потому что Ну нельзя области подводить Ну нельзя Да То есть Как бы Видимо Он за старое взялся Ну видимо Спровоцировать народное волнение И на этом фоне Получить какую-то популярность Для человека важнее Нежели Какая-то плодотворная работа Мне кажется Что волнение Пока только в рамках думы Ну Возможно В соцсети Очень сильно бурлят Кто? В соцсети? Да Потому что Уважаемые Товарищи Лугинины В кавычках Да Активно используют Своё положение Да И свои ресурсы Информационные Для достижения Своих целей А именно Распространяя всю информацию Лживую По Этим ресурсам Ну Они Берут из контекста Эта технология Вы Как бы Её знаете Наверное тоже Берут какие-то факты Берут какие-то факты Да Но Их преподносят Совсем в другом Составе И следовательно Так чтобы народ Думал Не то что на самом деле Происходит А ещё подчеркну То есть кому интересно Приедьте в район Пообщайтесь с жителями Посмотрите что там происходит В посёлке Какие изменения И так далее То есть это был самый верный Как бы способ Чтобы разобраться Если вы говорите Что население Там ленинского Так ведь по-прежнему Называется Да Оно как бы Понимает Что идут позитивные изменения Что новый глава Работает хорошо Что же вы волнуетесь Народ Значит На вашей стороне 10 депутатов Как говорится Подтверждением Тому Являются Но Я ещё говорю Вы знаете Как наш мир Сейчас устроен Да Если умело Использовать Информационные технологии Можно Любой вопрос Поднять До такого уровня Что им будут интересоваться все И Информационное поле Как раз Будет влиять сильно На принятие Ими того Либо иного решения Вот даже простой пример Вот допустим У вас есть квартира Да В доме У нас разные квартиры Ну Я у вас Не имею вас ввиду А Конкретного человека Да У вас есть квартира в доме Есть какая-то Незаконная перепланировка А я вам на 100% Говорю Что у каждого Есть незаконная перепланировка Как специалист Который работает в этой сфере Да И у меня нет Ну Это вы так думаете Да нету На самом деле У меня есть Поэтому я молчу Экспертиза была То есть смотрите Если Деятельные какие-то товарищи Придут Подговорят Бабушек Во всем вашем доме Что вот у него там В квартире Есть такая перепланировка И дом упадет Также кинутся в СМИ Дальше еще в какие-то ресурсы Заявления в органы Когда напишут И как это будет все развиваться Одному богу известно Ну Как это будет развиваться Уже понятно Я хотел сказать Мы давно в СМИ работаем Но Николай Это давно-давно совсем Мы понимаем прекрасно Только они живут Сколько я работаю Выстроить можно любую конструкцию И повернуть ее И так и сяк Безусловно Вопрос то что это Кто вперед Грубо говоря Не то что сорвется У нас 10 проверок было Допустим Да За это время В администрации Не меньше думаю Да То есть следовательно Как у Евгении После начала Вот этой вот истории Скажем так Как у Евгении Там влияет на производство То есть Тоже она может расскажет Как влияет Надой и подой Какие проверки могут быть В сельхозпредприятии Они вроде тут Это предприятие А больше это эмоциональный Нервный составляющий Вся этой ситуации То есть потому что Все равно Вот одно вы как бы Здесь поговорили То есть ну час Да Потом у вас другого Это дело переключить Мы переживаем за вас Мы возвращаемся в Шибаринский район Участвуют Да и понимают Чего к чему это ведет То есть они уже Душевно грубо говоря Страдают за все это Так у нас время рекламы Подошло Время бежит Я думаю что Про ход уголовного Это дело мы поговорим Да Уголовные дела Продолжается Время расследования Через полторы минуты Продолжим Продолжаем наш разговор Валерий Блелеев Директор компании Землемер Депутат Шабалинской Равенной думы Еще один депутат Этой думы Евгений Рогожников У нас в гостях У нас ответ Так скажем Да Второй стороны Этих разбирательств Сказать еще есть Много о чем Уголовное дело И вы Валерий Говорили об этом Когда были у нас 3 сентября Как продолжается Давайте напомним По каким фактам Оно возбуждено Было уголовное дело Это самое начало Истории Дороги Да Насколько мне известно Вот это уголовное дело Было возбуждено По факту Выполнения Работ По зимнему содержанию И по Ну я вкратце говорю И по Ремонту моста Через Теренку То есть по факту Там сейчас идет Наведение понтонного Нет Нет Это другой ремонт Или другой Там другой мост Еще один мост По понтону У меня насколько информации Нету Как говорится Пока ничего не было Уголовное дело Одно или Оно в одном составе Было объединено По поводу этих контрактов Первое Что касается Дорог Вот смотрите До этого В том году Дорожники Также Делали работу На 12 миллионов рублей В этом году Это как Афтодор Это Афтодор Да То есть в этом году Разыгран был контракт Суммарный То есть два контракта То есть суммарная Стоимость тоже 12 миллионов рублей Из которых В рамках контракта Где участвовал По агентскому договору Землемер Было сэкономлено За счет торгов 300 тысяч рублей Это 20% контракта Вы об этом говорили Да Следовательно Дальше Вот как раз Те люди Которые озвучивают Они видать Договора не читают Потому что Весь перечень дорог Который у нас Он был В контракте Который В Афтодор Это техническая составляющая Подготовки этих контрактов Чтобы не проводить Аукциону По несколько раз В случае необходимости Проведения работ На тех или иных дорогах Но В проекте Производства работ У дорожников Были свои работы У землемера И следовательства Подрядных организаций Были свои дороги Дороги по факту Угреблись Об этом есть подтверждение Жители Которые пользовались Этими дорогами И население Которое И трактористов Которые огребли Эти дороги Следовательно То есть Ну это вот моя позиция А вашего оппонента Говорят соответственно Есть люди Которые не видели И не слышали Да Следовательно Пускай органы разбираются Это отдельная история Тут наверное Не одну передачу Можно рассказывать Как что здесь Это происходило Нет подождите Сейчас на каком этапе Разбирательства Ну я вам сказал Возбуждено Уголовное следственное комитет Возбуждено и все Оно же несколько месяцев Возбуждено Нет это вам врут Если говорят Что несколько месяцев Возбуждено Несколько месяцев По-моему Неправда Неправда Это как раз Манипуляция происходит Со всех сторон Люди которые На ЗАГС собрании Озвучили вот эту всю информацию Изначально Когда не было никаких проверок Именно официальных Никаких разбирательств Но они уже Назначили виновных Приговорили их И можно сказать Осудили То есть когда еще нету Не то что даже Грубо говоря Решение суда На данный момент Есть только Возбужденное уголовное дело То есть следовательно Идет проверка Очередная То есть А люди уже На тот момент Об этом заявили То есть так как Ну по доброте душевной Никакие действия Не предприняли А зря То есть надо было На той стадии еще К левете подавать Весной эта информация Была озвучена Ну в начале лета Начале лета То есть на стыке Сейчас идут какие-то Следственные мероприятия Не знаю Вы Кого-то там Вы туда ходите Не знаю Действия в рамках Это Скоро сильно У опера Кто занимается Этим делом То есть ну Наверное Нет Вы общаетесь Вам задают вопрос Мы какие Нас куда приглашают На какие объяснения И так далее Дать разъяснение То есть мы всегда ходим Даем все документы Предоставляем То есть потому что Я уже говорю Сбился со счета Сколько движений Произошло На эту тему И второй контракт Это Пантоны Не Пантоны Это ремонт Через реку Теленко Да Как уже заявлялось Изначально Было 20 миллионов Стоимость Работ Проект там уже На проект было потрачено Более миллиона Там Рублей Следовательно Когда пришла Новая администрация Они пересмотрели Техническое решение Разыграли аукцион На 484 тысячи рублей В первый раз Вообще никто не заявился То есть С вашей стоимости Маленькая Второй раз Заявился землемер То есть предварительно Переговорив с местными Предпринимателями Которые Занимаются стройкой Что они смогут Эти работы провести Да Все было сделано Построено Мост пустили в эксплуатацию Год Все люди жили Радовались То есть Эта проблема Уже существует Около 10 лет Была перекрыта Половина моста Он был признан Аварийным Запрет на передвижение Грузовика И огромное количество Аварий Которые происходили В неосвещенное Время суток В отбойнике Которые стояли На половине моста То есть Ну это все было решено Сейчас мост работает Но И благодаря Этим товарищам Раздувают Якобы Там происходит Что-то Как говорится Непонятное А по сути Была проведена Такая колоссальная работа Что получилось Сэкономить такую сумму Денег С 20 миллионов До 484 тысяч Ну может Они думают Что кто-то Не наварился То есть Может Они чьи-то интересы Курируют Ну мое мнение То есть А про понтонный мост Про понтонный мост Я вам принесу Как раз для интереса Николай Давайте напомним В чем там Что понтоны Гораздо Больших размеров В том числе Чем требуется И переплатили В общем-то За них Про понтонный мост Все распределяли На эти понтоны Про понтонный мост Мы с вами уже поговорили Да Ну следовательно Я вам покажу фотографию Река Это Кука О которой идет речь Река Кука Замечательная речка В летний период И весенний Осенний И также Во время дождей Когда там поднимаются У них Паводки На этой реке Ну довольно Видите какой мост Огромные сооружения Серьезные препятствия Чтобы ездить на ней нормально Нужно отремонтировать Вот этот мост В бюджете Денег Он деревянный? Он деревянный Да Полностью деревянный Да Чтобы его отремонтировать Полностью мост заменить Нужно Денег Порядка 23 миллионов рублей Чтобы поменять Вот этот мост На нормальный Следовательно Чтобы его Если ремонтировать То Начнешь снимать Допустим верхний слой Этих досок И бревен Увидишь Что сваи прогниты Прогнили Прогнили То есть Нужно уже сваи менять А когда меняют сваи это буровая установка, это совсем другие деньги. И тех денег, которые сейчас в бюджете есть, порядка двух с небольшим миллионов рублей, то есть эта проблема не решит. Капитально его не отремонтировать. Да, ты его разберешь, если так ремонтировать, и он, грубо говоря, останется уже в никаком... А сейчас по нему фактически техника не может ездить тяжело. То есть, следовательно, было принято решение, это решение было принято коллегиально в районе, что давайте используя опыт других районов, а этот опыт уже есть по созданию понтонов. Понтоны, для уважаемых товарищей в кавычках, которые здесь были, они ложатся не поперек реки, а вдоль реки для того, чтобы была устойчивость конструкции и возможность передвижения большой техники без угрозы переворота. Это не рельсы. То есть, следовательно, под нее площадку уже контрактом была предусмотрена их установка до конца года. Но как раз потому, что здесь началась вся та шумиха, администрации пришлось те деньги, которые, ну, грубо говоря, были выделены контракт расторгать, и уже в январе заключать новый контракт на уже средства муниципалитета на ремонт вот этого, установку вот этого понтонного моста. В январе этого года? Да. То есть, а хотя должно было до конца года все, дорожники уже, грубо говоря, должны были работу завершить. То есть, а это решение было настолько гениальное и простое, что позволило бы вот до этой деревни, где там 20 чем-то человек живет, постоянно обеспечивать бесперебойную связь с населением и не боясь, что они куда-то денутся, эти понтоны, либо их смот при паводке. Видите, высота моста такая огромная, она порядка 5 метров там. Да, метров 5-6, наверное. Водосбор этого водоема, так как он находится в верховьях болотистой местности, и там при любом, в небольшом даже осадках, либо паводках, то есть, уровень сильно очень поднимается, что касаемо вот этого объекта. А им правоохранители не интересуются, нет? Жалобы по ним тоже были написаны, документы мы объяснение дали, но вот насколько мне известно, то есть, ну, в рамках того дела он не фигурирует, ну, именно где воск. Не объединили. Да, где воск возбуждено. Но одновременно эти люди, они не говорят о тех достижениях и тех результатов, а только чернуху льют, которые реально достигнуты в районе. Вот Евгения расскажет, то есть, о тех предприятиях, которые были созданы, которых раньше вообще никогда не было. Евгения, у вас минуты, к сожалению. На последнем заседании районной думы Сергей Алексеевич нас всех обозвал пустышками. Вот прям так и сказал. Но, тем не менее, вот депутаты Шабалинской районной думы это руководители, в основном это руководители и специалисты действующих предприятий, производственных предприятий, крупнейшие налогоплательщики, которые участвуют во всех инициативах. Поэтому, как бы, вот такое отношение к себе. Да, вот я подытожу про то, что, чем вызвано наше, как бы, желание снять его с должности председателя. Вот на каждом заседании он нас ругает, он нас обзывает, он говорит, что если мы вот не проголосуем, мы не рукопожатные. Вот у нас уже было, что когда мы полгода отработали депутатами, мы дважды вставали из заседания районной думы и покидали помещение, потому что невозможно работать под таким прессом. Вот, но руководители у нас все действующие. Действительно, как бы, люди умные, которые какие-то предприятия создали. Вот, например, Юрий Павлович Глушков. У нас до этого МУП, ЖКХ, он вообще не работал. Вот он взял это все в свои руки. Теперь это у нас... Коммунальная организация, да, ресурсная снабжающая. Да, коммунальная организация. Теперь у нас все обеспечены теплом. Мы никогда не срываем отопительный сезон и, как бы, спокойно вообще работаем. Так, ясно. Также вот буквально 10 секунд, Евгения может стесняться, но вот у нас в районе, который раньше никогда не был открыт, цех полуфабрикатов, где производят пельмени натуральные. И у вас там тоже пельмени? Да, это недавно, несколько месяцев назад началось. Ехать? То есть, и причем, на этом они не останавливаются, они, насколько мне сейчас известно, достраивают цех по переработке мяса, то есть крупнейший. То есть построен уже, введен в эксплуатацию убойный цех. Кто люди занимаются в сельхом хозяйстве, представляет, что такое в настоящее время убойный цех, да? Сколько документов и сколько требований там необходимо. Наличие такого перерабатывающего комплекса на территории района, это просто фантастика для местных производителей. Так, буквально 30 секунд, остается, что у меня предложение. А если вот всем фигурантам этих процессов, этого процесса, конфликта, конфликта, да, сесть просто за стол спокойно, вот Валерий и Евгений, и поговорить, вот выяснить, к чему стремитесь вы, к чему противоположная сторона стремится, вот так вот, без лишних, без посторонних глаз, просто поговорить, обсудить, без прямого эфира. Сложившуюся ситуацию, без прямых эфиров. Просто, вы знаете, это может продолжаться очень-очень долго. А не получается. Почему? Инициатива была какая, хотя бы от одной из сторон. Инициатива была, с Сергеем Алексеевичем договаривались, вроде бы все успокаивалось, но, видимо, ему так важно вот это вот, как бы, место во власти, что он ни на что не соглашается. Есть только его правда, и другой правды нет. Поэтому, либо мы соглашаемся со всем, что он нам предлагает, либо другой варианты нет. Мне очень хочется, чтобы прозвучало это у нас в прямом эфире. Вы готовы, вот вы готовы сесть за такой стол переговоров и обсудить? Все карты раскрыть, все начистое. Вы готовы? Конечно, мы готовы, да. В любой войне все проигравшие победители нет. Да нет, я уже не говорю там, а проигравшие победившие просто вот как люди раскрыться друг перед другом, без каких-то там стремлений унизить, оскорбить и так далее. Мы всегда открыты, и господа Лунии, то есть они к нам даже в район приезжали, но если бы была задача все-таки договориться, они бы нашли возможность встретиться, а там было только какие-то другие цели. Но тем не менее, то есть мы всегда в рамках, как говорится, защищающей стороны выступаем до последнего времени, то есть следовательно, на контакт готовы. Спасибо, на этом завершается первая часть дневного разворота сегодняшней программы. Наши гости Беляев Валерий и Евгений Рогожников. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова